По традиции представители левых сил собрались на праздничную демонстрацию драмтеатра и по проспекту Ленина колоннами направились к памятнику вождю мирового пролетариата, расположенному на пересечении с проспектом строителей. Здесь и прошел митинг, который праздничным назвать никак нельзя. Вольно или невольно, но выступающие своими речами создали депрессивную атмосферу. Все плохо, а будет еще хуже, говорили мариупольские лидеры КПУ и пугали собравшихся ничем не обоснованными заявлениями о грядущих 15-тысячных сокращениях на градообразующих предприятиях и безудержном росте тарифов. И даже мимолетные воспоминания о великих достижениях советского периода не добавили оптимизма. 20 лет демократии опустили страну до самых низов и превратили в лаботников, которыми они нас называют, в быдло. Не добавили оптимизма собравшимся и сожаления о том, что сегодня 7 ноября не государственный праздник. И еще посмотрим, каким образом мы будем встречать 100-летие октября. Не исключено, что совсем по-другому, под красными знаменами, и где страна будет развернута прежде всего лицом к нам, к рядовым гражданам. В этот букет негатива добавились и пораженческие настроения, ведь Компартия не получила большинства голосов на состоявшихся парламентских выборах. Если бы на выборах, так сказать, подняли вопрос, ну в смысле, больше была бы агитация и более правильно у коммунистов, я думаю, что было бы 50 на 50, и это уже было бы что-то. Были и такие, кто пришел на демонстрацию в надежде увидеть молодых коммунистов, но и они оказались слегка разочарованы. Видимо, ну не знаю, немного осталось, мало молодежь, видимо, из комсомола у них, видимо, только оркестр молодой, и все. Больше, ну как бы, жаль, конечно, но я не знаю, как будет дальше коммунистическая партия, парламент прорываться, когда старики умрут. Даже столь актуальные несколько дней назад повязки с надписью «Хочу дышать» на лицах митингующих сегодня смотрелись неуместно, так как 7 ноября в городе был чистый воздух, а поддерживать ораторов криками «Ура» с закрытым ртом не очень-то получается. В праздникам, товарищи! Похожие организаторы мероприятия не смогли или не захотели создать праздничное настроение. И потому вместо жизнеутверждающей демонстрации трудящихся получилась угрюмая протестная акция. Ведь помимо общих проблем, людей должно объединять что-то светлое. В данном случае, те идеалы, во имя которых и совершалась Великая Октябрьская социалистическая революция, о которых еще помнят рядовые участники митинга. Свобода, равенство братства, как минимум, в лучшем случае. Но еще узнаем о помощи. Праздник должен быть. Люди должны знать, что есть что-то светлое, за что нужно бороться, за что мы можем передать это детям своим. Александр Бузулук, Михаил Ребристый. Программа «События дня».